Извлечь пострадавшего из покорюженного автомобиля и оказать ему первую помощь. Сегодня такие умения показывали пожарные и спасатели в ходе учений. Они стали отборочным этапом всероссийских соревнований. Отработка действий при дорожно-транспортных происшествиях. Это главная задача учений. В каждой команде по пять человек. Водитель и четверо спасателей. В данных соревнованиях участвуют у нас четыре команды. Это поисково-спасательное подразделение ДВР ПСО МЧС Россия. Профессиональное воспитательное формирование Еврейской автономной области. Первая пожарная часть отряда в ФПСО и восьмая пожарная часть отряда. Действия пятерки подчинены строгому алгоритму. Первым делом обездвижить машину. Затем обесточить электропроводку, чтобы не было возгорания или взрыва. Самое трудное – добраться до раненого, не причинив ему страданий. Спасатели осторожно срезают двери и крышу. В распоряжении специалистов автомобиль «Газель» с комплектом необходимого оборудования. Гидролические ножницы, различный ручной инструмент и многое другое. Машина предназначена таким образом, что при прибытии на дорожно-транспортное происшествие спасатели комплектом могут и потушить автомобиль в комплекте два 10-литровых огнетушителя, оградить зону происшествия, зафиксировать пострадавших, срезать крышу, разрезать крышу и тому подобное. Отдельно оценивается правильность оказания медицинской помощи. Главное – подготовить пострадавшего к транспортировке. Они должны правильно наложить шины иммобилизационные, уложить пострадавшего на щит, вынести, то есть эвакуировать из данного автомобиля. Случайных людей в эту профессию не берут. На щиту каждого спасателя множество выездов на различные происшествия. Эмоционально ты должен быть устойчивый очень, поскольку видишь, ну и бывает и кровь видишь, и всякое бывает. Ну и физическая подготовка очень немаловажная, поскольку инструмент нелегкий, приходится и тренироваться. Ну вот благодаря таким вот тренировкам, учениям, это очень помогает и в работе. На этот раз первое место у команды поисково-спасательного подразделения областного центра. Она примет участие в региональном туре учения МЧС. А если повезет, станет и участником финала в Москве. Уже дважды бербиджанские спасатели были бронзовыми призерами всероссийских соревнований. Алексей Калашников, Александр Казанцев, Вести Бербиджан.